АПЛОДИСМЕНТЫ Информационный вечер на Интере продолжает Чёрное зеркало. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемая аудитория, здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что все собрались. Сразу хочу с вами договориться об одной вещи. То, что произошло сегодня в Киеве и ближе к вечеру в Ростове, мы будем обсуждать долго. Это нужно обсуждать долго, но обсуждать это нужно с разных точек зрения и с разных позиций. Я предлагаю пойти по хронологии, чтобы все не смешалось в кучу. Давайте сначала разберемся, что же произошло детально утром, что происходило в Киеве. Затем разберемся, кому было выгодно вытащить Януковича из тени и выставить его, и прочесть этот текст. Мало кто из нас сомневается, что текст он все-таки, наверное, вряд ли сам готовил. И уже потом мы поговорим о том, чем все это грозит, в какую лужу мы сели в очередной раз, и чем все это грозит Украине. Итак, начинаем. Никто не против, я надеюсь. Начинаем с утренних событий. Что это было? Кто верит в то, что кучка, я бы даже сразу уточнил, небольшая, немногочисленная кучка из каких-то странных протестующих, могла заблокировать СИЗО и не дать вывезти оттуда Веркунац. Пожалуйста, Сергей. Янукович, который принес Янукович на конференцию, есть доказы причетности Авакова к отдельных злочинам и его команды к отдельных злочинам на Майдане и последующих злочинам. Это, я уверен, будет блокироваться весь час. 28-го мы так же увидим перешкоды. Больше того, я верю, что беркутовцев даже не поднимали с камеры для того, чтобы их везти сюда. Это была спланована кампания. И я буду делать абсолютно все. И прошу долучиться к коллегам, чтобы установить эти нюансы блокирования работы суду и доведения суду до логичного завершения. Люди должны знать правду. И если доведется, если мы доведемо, узнаем, что это вина Авакова и этот мини-пикет и весь сценарий, организованный Народным фронтом, мы будем очень жестко ставить вопрос о заборону Народного фронта, как говорится в Компартии, о выгнании Авакова с посады министра внутренних справ. Ванючин Наливаченко, как вы считаете по тем событиям, которые сегодня разворачивались под Лукьяновским СИЗО? Можно говорить, что полиция бездействовала и у этой всей акции был какой-то конкретный заказчик официальное лицо? Можно и нужно говорить, что главное, что под СИЗО сегодня, вчера или завтра будет, нет никакого серьезного отношения к тому, что должно происходить как покарание и справедливый суд и над Януковичем, и главное над другими организаторами и его поплечниками. Оскільки такого суду нет до этого времени, нет даже предъявленного обвинувачения, то мы можем сколько угодно сейчас дурить голову себе и людям и рассказать, что нужны беркутовцы. Я в прямом эфире говорю, что с квитня 2014 года все эти беркутовцы сидят перед вами люди, которые расшукали, заарештовали и привезли в суд. Два года они никому не были нужны. А я Сергею могу даже объяснить, и вы же со мной были на Майдане, почему? Потому что мы должны должны быть и президентом, и керевцами правоохранных органов, и выйти с государственным обвинувачением. Кому? Януковичу, а не только беркутовцам. Кому? За Харченку, а не только МВС. Кому? Яким инкуэкс-керевнику СБУ. Потому что именно они, как злочинная организация, использовали спецслужбы, внутренние дела, спецподразделы против собственных граждан. Это и есть сутью и первым злочином, который, власне, был совершен тогда режимом, просто против собственных граждан. А сейчас, говорят, то, что это не имеет никакого отношения к сутки и покарания. Максим Куричи. Коллеги, ну я, во-первых, хочу поддержать тех хлопцев и имчат, которые сегодня стояли под Лукьяновским СИЗО, и которые не позволили украинский суд сегодня превратить в подтанцовку и вмассовку для выступлений гражданина Януковича. Так вышло бы с Андреем. Потому что так он это хотел. Этого хотел его защита. Этого хотели его адвокаты. Этого хотели те российские пиарщики, которые готовили это мероприятие. Давайте говорить по порядку. Максим, я правильно предположу, что дальше вы должны сказать, что Янукович в украинском суде не должен вообще появиться? Он должен появиться не в Ростовском, а в украинском суде. Почему мы довольствуемся режимом видеоконференции, мы поговорим еще позже. Он должен появиться не в ростовском, а в украинском суде. Это во-первых. А как минимум он должен был появиться в украинском консульстве, а не превращать ростовский суд для того, чтобы использовать это просто как политическое ток-шоу, чтобы его смотрела вся украинская нация. И он говорил о том, что... И мы предполагали, что он об этом скажет. Коллеги, самое главное. Что произошло? Давайте говорить по порядку. Защита Януковича, воспользовавшись тем, что у нас уголовно-процессуальное законодательство соответствует всем европейским стандартам, заявило ходатайство о его допросе в качестве свидетеля по этому делу о Майдане. Я хочу договорить, что есть еще как минимум пять уголовных дел, где он проходит как подозреваемый. Это и узурпация власти, это и преступления предусмотренные, которые были совершены, когда он захватил власть и в 2004, и по 2010 году. Это сдача Крыма по Черноморский флот Российской Федерации. И многие из создания преступной организованной группы... Максим, возникает один вопрос. Почему по этим делам он проходит... Почему по этим делам он проходит уже пять лет, никак никуда выйти из них не может? Он три года извиняется. Он проходит по ним как подозреваемый, а по этому делу он проходит в качестве свидетелей и защита, укрепившись за эту умолку, заявила ходатайство. Я пытаюсь у вас узнать ответ на следующий вопрос. Считаете ли вы правильным, что группа радикалов почему-то, скорее всего, официальному приказу может блокировать на сегодняшний день в стране все, что угодно и препятствовать каким-либо следственным действиям? Ну, во-первых, я категорически заявляю, что есть только исключительная монополия на права насилия, это у государства. И то, исходя в рамках действующего закона. Диктатура закона единственное, что может быть, применяться в этих случаях ситуациях. Но что касается мирной акции, мирной акции, которая эмоционально вызвана, я понимаю, этих людей. Его дело не быть на экранах телевидения. Хорошо, вы поддерживаете мирную акцию, вы поддерживаете мирную акцию, немногочисленную. Вы поддерживаете ли вы действия правоохранителей, которые не конвоировали в результате этой мирной акции, что им помешало? Объясните мне, пожалуйста. Мы видели о том, что было заблокировано выезд из Рудяного Союза. Ну, посмотрите на этот блок. Зачем тогда мы кормим армию правоохранителей, зачем мы конвоиров кормим, если они не могут проехать вот на таких вот заках, мимо 20 людей, которые не вооружены? Вы предлагаете ради преступника Януковича, чтобы он попиарился на телеканалах, разогнать мирную акцию украинской политики? Я предлагаю судить преступника Януковича, сделать то, что эта власть обещает уже три года. И об этом я тоже предлагаю. Я лично предлагаю. И я об этом настраиваю. И предлагаю это очень много раз. И я на этом настраиваю. Это фарс и цирк. Я не вас сейчас обвиняю, но это так выглядит, поймите. Не российский суд его сегодня вызвал на допрос ради пиара. Это был святошинский суд. Он тоже действовал по приказу Кремля? Или что он делал? Вы обвиняете тогда сейчас судебную систему? Это не можно. Я еще раз говорю, что защита Януковича воспользовалась уловками в Уголовно-процессальном кодексе украинского законодательства. Я мысль вашу понял. Для того, чтобы довести это дело... Я мысль вашу понял, и тогда ваше обвинение позвольте я переадресую все-таки тем следователям, и генпрокуратурой, и тем, кто ответственный за расследование преступления Януковича, которые эти уловки допустили. Давайте садимся на этом компромиссном варианте. Алексей, это очень важно. Андрей Янукович, я так беру важную ситуацию. Важно, я все это все. Андрей, я сейчас уточню, я даю вам слово и дальше, я просто уточняю, не перебиваю. Не то, что не заблокировали. Неделю назад все с пены у рта доказывали какой-то успех украинского правосудия. То есть они, я так понимаю, хотели припиариться. В том числе в эфире многих ток-шоу. Алексей, я хотел сказать. Они сначала хотели припиариться на то, что всем, как бы, им было ополдовать, какие они герои. Янукович будет видеодопыт проводить. Но на самом деле это просто Януковичу и России дается величезный пиар-майданчик, где он будет рассказывать всю свою какую-то маячню. Это все будет святаться и никаких наследов, главное, для расследования не будет. По-друге, его допитывают как святка. Слушайте, мне не цікавятся эти процессуальные нюансы. Первый раз происходит проба допиту Януковича, и его допитывают по справе Майдана как святка, не как подозреванного, что, в принципе, снова-таки, есть его отмивание и легитимизация. И самое главное, что происходит, это просто показывает абсурдность ситуации с справами Майдана. Уже два года, больше двух лет у нас существует изменение законодательства. Мы можем судить заочно. Наверное, больше того, было изменено через законодательство, что уже можно судить заочно, без оголошения международного расширения. По украинскому расширению можно судить заочно. Это не делается. Вот это главное. Судить его нужно уже заочно. И все. Напоминаю, год назад, 19 ноября 2015 года, год назад, даже больше уже на неделю, Юрий Луценко, тогда еще лидер фракции БПП, он был, заявлял, что Янукович будет заочно осужден в 2016 году. Цитирую. С января 2016 года, я очень надеюсь, и поэтому я поддерживаю неизменность Генпрокуратуры на этом этапе, все украинцы станут свидетелями открытого судебного процесса заочно осуждения Януковича и его сообщников. Янукович будет осужден в течение следующего года, у меня нет в этом никакого сомнения. По главному составу, по главному составу, за создание организованной преступной группы по разграблению украинского нового из Шопача. Я говорю прямую цитату, от точки до точки. Я не вырываю из контекста, поверьте мне. Будет до конца года. Поэтому именно в этом году будет передано дело в суд по расследованию создания преступной группы Януковича. Будет передано в суд, это не будет осужден. Максим, я сейчас не на вас нападаю. Это чтобы не было как слизами. 24-го ждали, еще чуть-чуть подождем. Мы говорим о том, что дело будет начато в суде в 2016 году. Я еще раз подчеркиваю. Я знаю позицию генерального прокурора, который месяц назад влепил выговоряку господину Горбатюку, который просто-напросто собирается до пенсии расследовать дело по Майдану и по разгону Европейского Майдана, прикрываясь всевозможными европейскими нормами. А сегодня, когда Луценко нажимает на педаль и говорит, передай дело по этому поводу, за него начинает вступаться огромное количество грантаедов и многих других наших товарищей по фармаху. Фамилии вступающих. Конкретно, Семенченко, Лещенко, кто там у нас еще есть такие? Егор Соболев и многие другие. Как только начинается вопрос передачи дела по Евромайдану, по преступлениям на Майдане, они сразу стоят и протестуют против давления Юрия Луценко возле стен генеральной прокуратуры. Мы получим после этой программы. Коллеги, я еще раз вам говорю, несмотря на это, я пользуюсь сейчас этой возможностью, хочу в прямом эфире обратиться к генеральному прокурору, выгнать в шею этого Сергея Горбатюка. Просто выгнать его в шею. Он начинает прикрываться, что ему не хватает якобы каких-то процессуальных действий, что ему нужно еще 2-3 года для того, чтобы всесторонне, объективно, неупередженно и все, что касается через запятую, провести данные мероприятия. Я говорю конкретный пример. Нюрнбергский процесс после преступления нацистов в фашистской Германии. Через 5 месяцев уже сидели на скамье посудимых. Через 5 месяцев Горбатюк приводит все стране. Пример Литвы, когда после расстрелов возле телевышки в 90-м году 25 лет проводило следствие. Он что себя собирается? До пенсии работы обеспечить генеральный прокуратуры? Я, если честно, вот сейчас на вскидку быстро не скажу о подвигах или, например, неудачах господина Горбатюка, но что-то мне подсказывает, что очень плохие времена у него наступают и очень много собак на него в ближайшее время. Спасибо, мы вас услышали. Валентин Налимайченко, скажите, пожалуйста. Валентин Налимайченко, скажите, что в районе судового полата начнутся раздаваться другие дела. А теперь, что до доказательств и сколько времени у нас витрачено. В конце 2014 года в Украине подписка Якименко, подписка, который рассказывал Януковичу президенту, вся злочинная схема задействия правоохранных органов незаконна против граждан Украины по всех Майданах, по всей стране. Это не доказательств. Сегодня Янукович должен это получать в обличье, хотя даже пока он находится под контролем агрессора Российской Федерации как коллаборант. Но вот доказательств. И вот суд, который должен происходить на эту тему. Как злочинная организация, как дела, какие злочины совершили. Все призвища есть. Вы знаете, у меня, как у, может быть, у украинского гражданина, ничего, кроме отчетия ссорома, сегодня не было. И за попереднюю украинскую владу, и за девушку. Я объясню свою мысль. Виктор Федорович, все прекрасно понимают, я полностью поддерживаю в этом плане ведущего, говорит абсолютно не своим языком. И то, что он через три года вдруг решил так, там, пооткровенничать на пресс-конференциях. Виктор Федорович лучше бы выполнял сумлинную, читку, свои обовязки, як свого часу президент державы. И то, как он своими действиями во многом непоследовательными толкнул Украину к пропасти, это останется на его совести. Что касается нынешней власти. Вот если вы уже, у нас есть судебная система. Если судебная система постановляет, что допросить свидетеля Януковича, министр внутренних дел открыто в фейсбуке заявляет, что из-за своих политических взглядов он не будет препятствовать группе так называемых активистов, блокировать СИЗО и проверять машины, конвойные машины на выезде из СИЗО. В какой другой стране? Вот если, допустим, господин Аваков не согласен, не поддерживает мои политические взгляды, то, соответственно, если бы я делал такое, соответственно, меня бы сразу задержали. А если это люди, которых он поддерживает, я считаю, что эти действия однозначно тянут на то, чтобы господин Аваков ушел в отставку. Второе. Вот я вам приведу пример действий Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура имела... Я совершенно согласен с Максимом в отношении того, чтобы было время для заочного судочинства. Есть закон, за год ничего не сделано. По разным причинам. По самым разным причинам. Но не сделано абсолютно ничего. И вот я приведу маленький пример, потому что тот же Гарский суд говорит о всех преступлениях, которые произошли в этот период. И о преступлениях на Майдане, и о преступлениях в Одессе. Я вам приведу пример, что Генеральная прокуратура предложила по Одессе. Вернее, что она уже сделала. Все мировое сообщество, ООН, структуры Европейского Союза требуют расследования преступления по Одессе. Генеральная прокуратура объявляет педозру, умершему депутату Маркину, о том, что во всем виноват он. То есть, которого убили, который погиб в смерти 40 людей в Одесском доме профсоюза, виноват он. После этого, в связи со смертью Маркина, она это дело закрывает. И получается, что теперь они отчитаются перед мировым сообществом, что они таким образом раскрыли дело. Вот это действие Генеральной прокуратуры, то же самое. То же самое. И происходит по событиям на Майдане. Никто до сих пор, нигде, не обсуждал вопроса, ни в судебных органах, ни в прессе. Вопрос о том, депутаты Народного фронта ходили с предметами в период расстрела на Майдане, очень напоминающими снайперские винтовки. Где хоть какие-то обвинения об этом направили? Получить комментарии Анны Майер. Аня, вы эксперт-криминолог. Скажите, пожалуйста, вот Николай вспомнил заявление Авакова о том, что он принял решение не противодействовать, не препятствовать активистам, которые мешают. Насколько это законное вообще решение? И не грозит ли нам, что сегодня политические, что завтра политические интересы министра сменятся, например, экономическими? И он принял решение другое, например, не снимать блокаду какого-нибудь завода, предприятия и так далее. Полиция мусить защищать наши права и пиклуватися про нашу безопасность. И мне страшно жить в стране, в которой реформована, мощная полиция не может затримать 20 человек, которые не дают возможности выполнять требования судов. И я хочу сказать, как бы вы не называли... Будем откровенно даже не агрессивно настроены. Так, как бы мы не называли, чем там скористалась в законе сторона обвинуваченных, разом с тем закон украинский позволяет делать именно такой добит. И мне, как человеку, которая стояла на Майдане и была юристом-волонтером, хотелось бы почути не ответы Януковича журналистам, и не его какие-то дотепные жарты и все, что он там сегодня делал. А я бы хотела почути его ответы на запитание судя и прокурора. И я этого не почула. И я с тобой ставлю питание, если так происходит, то это кому-то выгодно. Кому это может быть выгодно, за интересных сторон может быть много. Посмотрите, Аня, вот смотрите, сегодня уже несколько человек говорили, что сценарий привода Януковича и вот этой дачи показаний был написан в ФСБ, да? Ну, я согласен, согласен, почему бы и нет. Очень правдоподобная версия. А вам не кажется, что следующим шагом, вот написанным же в ФСБ, могло быть сегодняшнее именно это блокирование, которое не доводит до этого допроса? А я не впевнена, что... И тогда и исполнители сидят в детстве. Тут не только интересы ФСБ, я не буду заперечивать, мне сложно, квалифицированно это оценивать. Но я могу оценивать интересы людей, которые находятся в Украине. Я думаю, что Януковичу есть что сказать и про тех людей, которые сейчас перебывают при владе. Потому что не все чиновники режима Януковича покинули Украину. Люди, которые были не публичными, они остались при посадах. А может и те, что сейчас публичные, причетные к злочинам в Майдане. И поэтому им также не выгодно, не только Россия, а и нашим чиновникам не выгодно, чтобы Янукович заговорил. А я, как гражданин Украины, хочу, чтобы он заговорил. Я хочу, чтобы ему вопросы ставили в суд, а не на прес-конференции. И мои подозри подтверждаются международными комиссиями, которые проводили предыдущие расследования с правой Майдану. И сделали два ключевых выяснения. Первое, это то, что украинское следствие развлекает, и, вернее за все, умисно развлекает расследование с правой Майдану. И, по-друге, они глубоко поставили под сумнів наявность иноземного следа в этом злочине. А, соответственно, они дали нам понять, что разбирайтесь среди страны, это ваши, стреляли ваши. Александра Ильич Медилова, а вы согласны, что здесь, возможно, лишалось кучу сразу несколько интересов? И желание лиц, которые, грубо говоря, прозевали вот эту спецоперацию российских спецслужб и втянулись в эту историю с допросом, да? Как-то не участвовать в ней, ну, хотя бы оттянуть это во времени. И желание наших политиков, которые не хотели слышать свои фамилии во время этого допроса. Ну, гибридность налицо. Тут вопрос в другом. Что я... Несколько тезисов, которые хотелось бы подтвердить. Во-первых, я убеждена, что цены раздуть сейчас у нас чересчур силовой блок. И, действительно, если у нас 20 человек могут блокировать нашу полицию, то насколько она эффективна, и вообще наши все силовые органы... Ну, большой вопрос. А отчисления, между прочим, бюджетные колоссальные. Думаю, что мы об этом еще будем говорить отдельно. Второй момент, я не согласна... Александра, ну вы же понимаете, что это было за блокирование? Это заблокирование при бездействии полиции. Тогда давайте понимаем, что 20 человек сейчас наиболее эффективный механизм блокирования. Так зачем тогда держать такое количество полицейских, если можно держать 20 волонтеров или активистов? Второй момент. Я не согласна с Сергеем Каплиным, который сказал, что сегодняшняя пресс-конференция отбеливает или как-то, ну, идет в плюс Януковичу. Более дискредитировать себя, чем сам Янукович сегодня на пресс-конференции, ну, это сложно придумать. У кого сегодня не было ощущения позора при просмотре этой пресс-конференции? Где хоть один квалифицированный вопрос от журналистов? Где наши журналисты в том же Ростове, которые могли бы задавать вопросы правильные, каверзные и хоть какую-то пролить свет? Это было совершенно... Нет, трое наших журналистов были, они смогли пробиться, были. Хорошо, но разве эта пресс-конференция была каким-то откровением? Разве она действительно сделала какие-то информационные взрывы или открыла на что-то? Ну, смотрите, Шласкань, вы смотрите, мы все... Мы все сохранились у Берниського суда. Пожалуйста, Янукович, поверьте, он просто самое хотел сегодня, да. Вы не заметили, мы уже на три шага впереди по диалогу, извините. Да, Андрей, право в том, что он может давать пресс-конференции, если ему дозволят его российские хозяева, хоть каждый день. Это не имеет никакого значения. Важливо, и он, если он находится в суде, я вам точною, в суде, в Ростовском суде Российской Федерации, и параллельно в Киевском суде, Святошинском, сидят суди, украинские, сидит прокурор, и они общаются с судом российским, извините, это легитимизирует и российский суд, что фактически суд страны-агресора. Ой, уважаемый товарищ судья, уважаемый товарищ судья, это суды, которые судят сейчас наших граждан в России, которые кидают за грати украинских политвязантов. И мы сегодня с ними проводим какие-то видеоконференции, там сидит Янукович, который, значит, уважаемый Виктор Федорович, до него звертается и так далее, он свито. Вот в чем главная проблема, что это легитимизирует, в принципе, всю ситуацию. Цего не можно было допускать. Андрей, мы же уже это обсудили, мы, в принципе, пришли к согласию. Вы правы, безусловно. Но, уже сталося так, как сталося. Все ли в лужу? Давайте теперь думать, насколько она глубокая, как мы в ней промокли, и как после нее просушиться, извините. Потому что мирно это смотрите, и об этом еще поговорим. Владислав, у меня вопрос к вам. Как вы думаете, кто из украинских политиков мог бы бояться сегодняшних слов Янукович? Все-таки, возможно, те, кто во время Майдана к нему ездил по вечерам после Майдана, после сцены на переговоры? Вы знаете, я обязательно отвечу на ваши вопросы, но я хотел бы все-таки повернуться до той логики, что вы запропонували на начале передачи, в частности, о хронологии событий, которые происходили сегодня. И, поверьте, начальник это не сегодня, а начальник произошел тогда, когда Киево-Святошинский суд задовольнив кропотание адвокатов-обвинувачев что до допыта пана Януковича, я не знаю, как по-иншему сказать, как сведка. Насправді, это еще раз подкреслю для меня хворобливость нашей судовой гилки влады. По одной простой причине, что судья, который является юристом за фахом априори, не мог не знать положение статей 87 КПК Украины. В частности, пункт 6 частины 2, если я не помиляюсь в этой статье, предпочитает, что показы данных свидетельств на любом процессе, если он дальше будет переквалифицирован в подозренного или в обвинуваченного, не могут быть взяты для расследования. Поэтому, на жаль, это чергово подкреслю недолугость, хворобливость нашей судовой гилки влады. И мы должны делать дальше все, чтобы судовая гилка влады, если мы хотим действительно расследовать все дела, Майдану, коррупционных злощений у Януковича, чтобы мы не получили таких же решений, но это просто ухвала была, условно говоря, про задоволение и кропотание. Я не хочу получать такие решения, которые будут иметь законные силы. Вот что меня очень сильно турбует. А что касается вашего вопроса, и перед тем, вы знаете, я уверен, что мы, как парламентарист, сделали максимально возможное для того, чтобы Януковича и его поплечников было уже за три года не просто расследование его деятельности, а засуджено. Бо что мы дальше получим? Там, по моей информации, где-то примерно 1500 томов справы. Порахуйте, сколько будет сторона защиту ознайомиться с этими справами. Мы не получим выроки еще, бог знает сколько. Поэтому мы должны разделить за значительные криминальные проведения. Вже давным-давно нужно было засудить его за экономические злочины, за ту коррупцию, которая была побудована в его управлении. И для этого есть все возможности. На жаль, в силу певных постоянных перетрубаций в Генеральной прокуратуре, когда Генеральный прокурор достаточно часто изменился, возможно, это было причиной отвлекания. Но, что касается вашего вопроса, кто там из украинских политиков мог бояться, вы знаете, сегодняшняя пресс-конференция пана Януковича, в которой он читал месседжбокс, который, ну, для меня было очевидно, что написан точно не ним и точно не в этой стране. У меня тоже нет в этом сомнении, если честно. Это был просто его месседжбокс, и все, что там будет написано, ну, я, на самом деле, до этого достаточно так скептично отношусь. Мы до этого еще, я думаю, сегодня повернемся, потому что только сегодня пан Янукович... Что за текст ему написали российские спецслужбы и зачем? Вот через несколько минут буквально будет. Что это означает для Украины? Обязательно поговорим. Но я хочу сказать, что, например, сегодня пан Янукович сделал явку с повинностью, потому что он фактически, согласно статье 111 Криминального Конституции, выяснил, как он выяснил публично, потому что есть субъект, объект субъективная сторона и объективная, что он запрошил иноземные войска Российской Федерации на территорию Украины, суверенной державы, где он был президентом. Боюсь, это он уже немножко отошел от сценария написанного, решил экспромт, решил включить экспромт. Григорий Немырьев, у меня к вам вопрос, как дипломату со стажем и пришел мы за такими международных отношениями. Максим, и мне вы сейчас грубите, Григорий Немырьев. Очень интересно, как все то, что произошло, я все-таки, давайте разберемся, поставим последние точки, в том, что было утром в Киеве, как к этому отнесется Запад? Международные партнеры внимательно за нами следят, да? Не будет ли у Запада и у международных дипломатов ощущение того, что Киев срывает судебный процесс над Януковичем? Мне кажется, сейчас мы в классической ситуации, когда за деревом, або точнее за одним деревом, не бачим лиса. Что такое дерево? Это сегодняшние события. Что такое лис? Это отсутствие ответа на вопрос, почему за три года, маяши все инструменты в своем распоряжении, влада, президент, силовые структури, Генеральная прокуратура, которые кляли, что злочины Майдана будут расследованы и виновные будут в тюрьме. Почему за три года так сталося? Что лишь 18 листопада президент Украины впервые дали показы. Почему? И кто будет несать ответственность за то, что не только те, кто погибли на Майдане, мы должны помнить о тех, кто уничтожил без вести. Також неведомо. И знаете, мы можем много говорить про хронологию. Для меня наиболее авторитетным есть висновки, которые сделала экспертная группа, которая, до речи, на запрошение Украины была создана Генеральным секретарем Ради Европы, паном Ягланду. И она приезжала несколько раз до Украины для того, чтобы проследовать, допомогать украинским структурам, расследовать события на Майдане. Какие висновки они сделали? Кто им наиболее всего заважал? Министерство внутренних справ. Это четко зазначено в висновках, причем неодноразово, экспертам, экспертной группы, созданной Генеральным секретарем Ради Европы. Какие экспертные выводы? Кто-то из украинской власти читает выводы, какие-то делает из-за этого? Они есть, безусловно, публичными. Но вот это вопрос, я бы просто закликал. Мы уже 30 минут говорим про... Григорий, чем бы это закончилось на Западе? Вот такое обвинение со стороны Запада. Я хочу сказать, что на Западе и сделали уже выяснение. И, до речи, это... Западного министра обвиняют в этом. Что на следующий день? Отставка. Что от него требует правительство? Ну, это абсолютно... Объяснять не нужно. Почему у нас это фельдкинные грамоты? Ну, это политизация и выборковое использование инструментов, которые имеет в своем распоряжении правоохранная система. То есть, такой министр не был бы. А что, мы думаем, что это первый пример был? И мы не можем говорить только о одного министра. Это у нас сплошь и рядом. Но второе вопрос, которое очевидно так же. Посмотрите, как-то так вспомнилось, что эти события, сегодняшний суд, пресс-конференция, происходит на следующий день после достаточно недалого, мягко говоря, если не правильного, саммита Украины-ЕС. Чи это співпадение, чи это вот так стало... Прикори, извините, вы остаетесь на второй час? Я думаю, что мы до этого знаем. Да, вы обязательно. Мы очень долго и об этом будем говорить. Я просто не люблю, когда перескакивают схемы на тело. Я говорю про некомпитентность уряду, про правильную внутрешнюю политику, про то, что у нас прекратилась співпрация с международными финансовыми институциями. Мы говорим про Януковича. Я думаю, мы не про Януковича маємо говорити, через три года после революции достоинства в Януковиче тут разу поверю. Владимир Пилипенко, скажите вы, пожалуйста, а все-таки не кажется ли вам, что активисты сегодняшние действия МВД вольно или невольно сыграли на руку Москве, которая на сегодняшний день может говорить, трубить во всех своих СМИ о том, что Украина не заинтересована в расследовании дел против Януковича. Она дает лишние поводы Российской Федерации не выдавать преступников, которые там находятся в бегах, по нашим запросам. И так далее, и тому подобное. Вы знаете, то, что сегодня произошло, что сейчас есть на экранах, называется очень просто. Юристы это называют «нездатность провести криминальное проведение». Мы видим, что криминальное проведение есть заблокировано. До чего я веду. Зверните внимание, несколько недель назад Генеральный прокурор Украины очень часто начал говорить о том, что он сделал, что он передавал Международному криминальному суду, который есть в Газе, материалы по убийству, которые были на Майдане в период революции. Они передают эти материалы прокурору, которые совершают расследования. Прокурор совершает нерасследование пока что, проверку информации по агрессии России в Крыму, по аннексии Крыма. И туда Генеральный прокурор передает эти материалы, по которым совершают расследования в Украине. До чего я веду. Если бы Генеральный прокурор читал статут Международного криминального суду, то он бы понимал, когда Международный криминальный суд открывает проведение за решением прокурора. Если прокурор установит, что есть основы для открытия проведения, и злочин подсудный Международному криминальному суду, он смотрит, что это дело принят на суду. Что такое принятные дела? Это отсутствие вироку по этой человеке в стране, отсутствие желания в стране сделать расследование национальной криминальной justиции. И третий, неможливость сделать национальную криминальную justицию, криминальное проведение, юридическая импотентность. Что мы сьогодні видели? Это называется юридическая импотентность сделать криминальное проведение. Для чего передаются эти дела, для чего передаются эти материалы в Международный Криминальный суд? Если мы совершаем проведение, не можно сидеть на двух сельцах. Не могут два厲е след acontec traditional преступления о крабе одного велосипеда. И не может Международный Криминальный суд начать следовать по этих преступлениям, по убийствам, по Майдане. Если мы проводим исследование, но мы проводим уже три года, есть международные эксперты, как сказала пані Маляр, які установили, что неэффективно проводится криминальное расследование. Получается, дин прокурор едет в ГААГу, просит о помощи, здесь МВД вставляет его палки в колесах. Нас просто в данном випадке, оцим випадком, тем, что международные эксперты сказали, нас готовят до того, что мы хотим перекласти с хворой головы на здоровье, передать все в Международный криминальный суд и нехай он робит. А потом обвините Европу в том, что она нам не помогла и ничего не посадила Януковича. Все-таки уже неоднократно здесь звучал тезис о том, что Янукович сегодня начитал какие-то послания от российских спецслужб. Вадим Карасев, вы внимательно слушали это выступление или нет? Ну я все внимательно слушаю. Профессора и легитимного, в кавычках. Что вы услышали? Какие посылы? Нет Януковича, он давно уже, мы все понимаем, он давно уже не субъект, ни в какой истории. Его вытащили как чертика из табакерки. И что ему сказали сказать? Что главное вы услышали? Чего бояться, возможно, нам уже нужно. Буквально вот одну вещь. Знаете, можно обвинять в неэффективности следствия. А что такое эффективность? Революционная законность. Можно всех назначить, обвиняемых, трибунал создать, засудить, поставить галочку и все. А если вы хотите жить в правовом государстве, то надо действовать по процедуре, надо выбирать. И, кстати говоря, слабостью нашего правового государства пользуется Россия. Так что, из-за этого не строить правовое государство, если оно пользуется? Ну так и свободное слово наше пользуется. Потому что наши журналисты там были, пожалуйста, все показывали на всю страну, цитировали и так далее. Вот у меня вопрос. Знаете, мы по закону будем жить, все-таки терпеть. Или вот это революционное нетерпение все время подзуживает. Поэтому я, я, может быть, Горбатюк хороший следователь. Он не политик, а законник. Может, он ищет доказательства, а их, может, и нет. Потому что, вы понимаете, это очень сложная история. Очень сложная история. Майдан. Так, это же революция. Как и на войне, очень трудно тоже, знаете, рассказать. Вот этот, этот, а вот этот, вот этот. Так и здесь. Так что давайте. Или будем действовать не по закону. Вопрос второй. По поводу, вообще, вот этого, так сказать, человек-месседжа, так? Человек-месседж, я бы так сказал, сегодняшний. Тут ситуация в общем. Раньше... Почтовым страусом, я могу сказать. Да, раньше человек этот появлялся эпизодически. Сейчас, я думаю, это уже, так сказать, прописан сюжет на длительную такую уже перспективу. И вы знаете, мне вот такое впечатление, что адресатом, главным зрителям или адресатом этого послания новоизбранный президент США. Потому что главная идея какая? Во всей этой истории. Что Майдан нелегитимен, что на власти нелегитимен, что это все государственный переворот, что там продолжается хаос в стране, так? Вот, если 20 человек полиция не может убрать, значит, понятно, что неспособность государства выполнять функцию правосудия и защиты. Далее. А поскольку это все проект был предыдущий администрации в США, так? Значит, вы давайте оставьте, он уже неуспешен, вы видите, за три года ничего не произошло, безвиз не дают, люди разочарованы тем, что ничего не... Коррупция такая же, как и была. Знаете, вот это все постоянно нагнетает. Что коррупции еще больше, чем было при Януковиче, хотя на самом деле ее меньше, а говорят об этом больше, борются больше, так? Вот, поэтому, знаете, что давайте бросьте этот весь проект в сторону. И мы с вами тут, русские и хорошие новые американцы, прагматики, торговая сделка за счет Украины, без Украины. Вот к чему это может привести, если мы будем действовать вот так, неумело. Так понятно, что у нас много проблем, но здесь надо концентрация власти. Недопущение ошибок никаких. Так? Вот это перестать, вот это играть фейсбуком, так сказать, вот эти понты через фейсбук пускать все время. Работать надо, в конце концов, защищать государство. А не... А не... У нас в фейсбуке... У нас в фейсбуке и в твиттере скоро уже, наверное, будет заседание министерств проводить. Что все представители власти заделались писателями. Ну, как это анекдот Чукча, знаете, я не писатель, а читатель. Как вы уже читателем были? Читайте книги нормальные, а не пишите в фейсбук. Каждый свое... Каждый, извините, свой пук. Каждый свой пук надо обязательно в фейсбуке написать. Андрей Ермолаев, вы согласны с Вадимом, что российские спецслужбы сегодня включили вот это радио Янукович для американского зрителя? Да, добрый вечер. Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что я поддерживаю этот масштаб, да, который задал Вадим, просто не хочу повторять. Многие оценки у вас совершенно в точку, в масштабе. Ну, два момента. Учитывая, что наш разговор иногда напоминает митинг, я тоже люблю свою страну и тоже считаю Януковича преступником. Есть база в основании. Это президент, который предал присягу украинскому народу, держа руку на пересурки в Англии. Все остальное это производная и составляющая, и коррупционная, и криминальная, и прочее. Это самое важное. У нас почему-то то, что связано с клятвой и сакральным, на десятом месте, а поэтому и суды, кстати, на десятом месте. У нас о судах говорят, как о кафешке, извините. А теперь, что я вижу вот с этими деревьями и лесом. На мой взгляд, самое опасное, что проявилось в эти дни. Причем проявилось, оно не только в связи с сегодняшним событием вокруг суда. Оно проявилось уже и вокруг Интера. Оно проявилось в день годовщины Майдана. Это хорошая постановочность и опереточность событий в самом Киеве. Более того, можно говорить о том, что в этой опереточности решаются две проблемы. Ну, во-первых, идет большая внутренняя возня во власти. Самое это очевидно. И все более концентрировано и более активно ведет себя так называемая партия войны. Я бы не сводил все к партии политической. Фронт это или не фронт, партия войны, которая реально столкнется с угрозой того, что ее спишут, а может даже и осудят вместе с преступниками прошлого режима. Вот почему такая активизация. Это уму непостижимо, когда лица высшего ранга говорят, как может и должен поступать суд, как должно вести себя министерство в отношении протестующих. Я вообще считаю, что сегодня министр дал санкцию на подобного рода протесты возле Минсоцзахисту, возле Минтоп и возле администрации президента, раз уж так все. Но проблема-то состоит в том, что оказывается вот тот самый шатун, который по всей видимости писался в Киеве, возник в партии войны. Кому выгодна ситуация скандала вокруг Януковича? Почему Янукович, которому все скептически относились вчера, с сегодняшнего дня стал в фокусе и теперь люди ждут понедельника. Они иронизировали по поводу пятницы, но партия войны создала ситуацию, что все слушают Януковича и ждут Януковича. Я вовсе не в том, что ему будут верить, но оказалось, что он что-то скажет, что важнее, чем сегодняшний день. Зачем? А давайте посчитаем дни. У нас через несколько дней годовщина побои еще студентов, а через неделю истекает срок предоставления плана по Минску, обязательства по Наревскому саммиту, который, кстати, судя по всему, уже проваливается. И оттуда уже выходит Леонид Кучма, по сути, ультиматум Порошенко. Вот в чем игра. Зайти в новый конфликт, создать новое правило, показать из-за старого врага. В этом заинтересованы не только Кремль, но и Киев, а точнее партия войны. В чем я вижу опасность? Резкая идеологизация ситуации. Опять у нас возникают, да, новая конфликтующая сторона. Они появятся, кстати, с завтрашнего, после завтрашнего дня. И с повесткой по парламенту, и с повесткой по суду за или против проводить, не проводить. Нас ввергают в новую революционную ситуацию, причем, в которой играет, к сожалению, партия войны. Это контрреволюционная ситуация. Вот, да, совершенно контрреволюционная ситуация. Я считаю это серьезным, потому что новые игроки организованы, люди с оружием, с националистической идеологией. Это все у нас пропускается не большая. Это уже есть. А сегодня месседж, который мы должны серьезно обсуждать. Деоккупация через два года, это серьезно? Ставка на кризис России, это серьезно? Это позиция государственного деятеля или это политологические рассуждения? Причем сказанное, как я понимаю, на совещании национальной гвардии. Грубо говоря, мы реально входим в ситуацию нового, хорошо организованного внутреннего кризиса, где интересы Кремля и партии войны как ни парадоксально сопротивляют. Но я так понимаю, судя из ваших же слов, что ближайшие дней 10 все-таки покажут. Так это и религия. Я хочу, да, я хочу успеть сказать еще два момента. На что нужно обратить внимание из всего того, что написали Януковичу? Интернациализация расследования. Да? Есть это слабое место и в подписанном соглашении, и, наверное, это тот путь, который стоит учитывать. Потому что все, что связано с играми внутри, купленное, коррумпированное, в государстве не монопольного насилия, а купленного насилия, наемного насилия, может нам гражданом потрясениями. Нужно подумать. Может быть, международное расследование, как масштаб. И второй момент, тоже крайне важный, это к вопросу о вот этой опереточности постановки. На мой взгляд, ситуация с неуправляемыми милитарными объединениями сейчас это угроза национальной безопасности. Какими бы патриотами эти ребята не были, но быть в манипуляции, это риск следующего дня. С чем вы не согласны? За много конспирологии. Я хочу повернуть до главного. Действительно важна справедливость, суд и покарание. Действительно важна публичный суд провести в Украине. Надать все доказы, которые собраны. Повытягивать заград генералов, которые были заарештованы в 2014 году, поплечники Януковича. Сергей, вы же знаете. И их на суд тягнуть и дать показы. Не все сбегли с державы. Есть заарештованы. Так же и для святого співтовариства, для международного криминального суда и для другого. Я с вами абсолютно согласен. Но судочинство и справедливость должны быть в этой державе спочатку. И это нужно заработать бумаги. А вы как человек, который кулуарщиня знает очень много, как бывший глава службы безопасности. Так я показываю на искусство. Скажите, давайте еще немного поразмышляем о том, зачем все-таки ФСБ могло расконсервировать эту политическую нашу консерву длительного употребления. Звучат мнения о том, что Януковича могут сейчас внедрить вот в этот судебный процесс, ввели, не случайно, что его могут разыграть, отыграть в полную последний раз эту карту и, в принципе, сдать за отмену санкций. Такой вариант возможен? И нам важно понимать, что гибридно віднапротив нас в том, что он сам, наверное, не надо играть эти первые партии. бездияльность или отсутствие политической воли на судовый процесс и против Януковича, и против его поплечников, это слабкость. И это слабкость через то, что влада бездия не имеет решительности на то, чтобы начать такой судовый процесс. Чи будет этой слабкостью коррестоваться агрессор? Ну, будь ласка, кто вам заважает так само больше ровно голосовать за санкции? За могут или нет? Санкции? Так само. Стать Януковича за санкции. Не могут или нет? Я в это не верю. Пока вы в это не верите. Но я думаю, что он этого боится очень сильно. Что, Александр? Хочу сказать, что тут недавно проводились исследования, насколько люди доверяют не только внешним санкциям, но и внутренним. У нас же санкционные списки, в которые попадают не только политики, но и компании, и многое остальное. У нас получается, что доверия к этому списку нету. И я думаю, что опять будет возникать вопрос пересмотра, затягивания процедуры, дискредитации. Вопрос санкционный как внешний, который ведется постоянно и с Европой, и с США, так и внутренний, потому что Украина по отношению к Российской Федерации. И посмотрите, опять-таки, что говорит президент. Президент говорит, что Российская Федерация делает ответные санкции против нас. Экономические блокады и все остальное. То есть у нас в этом вопросе тоже идут торги. И думаю, что как раз санкциями будут торгаться, но вопрос только не Януковичем. Дозвольте, я просто... Да, Владимир Владимирович, я хочу до санкций. Вы знаете, Алексей, вы немного перебольшуете роль Януковича. Да я ему вообще никакой роли не отражу в этой истории. Чем я преувеличивал его роль? Чем читает текст написанный ПСБ? Хочу нагадать, что наши захидные партнеры ввели санкции по отношению... За Крым. За Крым и за подеи агрессии на Донбассе. Само в этом и полягают в проведении санкций относительно Российской Федерации. И до чего тут Янукович... Ну, я не вижу тут каких-то коннотаций, а співпадень. Я вважаю, что цей пан має повернутися в Украину. Він обязан повернутися в Украину. И я переконаний, и мои коллеги, сподіваюсь, все тут подтвердят, что ему будет забезпечено найпрозорише расследование, найпрозорише судовый розгляд щодо тех подій, які были під час его президента. Я вам, Владислав, отвечу очень коротко. На самом деле, вот эта ну, как бы уже сыгранная, отыгранная карта Янукович может быть очень удобным аргументом для Европы, которая, к сожалению, меняется, и, к сожалению, она устала от санкций по отношению к Российской Федерации сама, к сожалению. И в Европе очень скоро, вполне возможно, могут прийти те политические силы, которые удовлетворятся вот такой вот маленькой жертвой, лишь бы снять санкции с Российской Федерации. Вот чего нужно бояться, и в каком направлении, наверное, работать очевидно на дипломатии. Григорий, а прав или нет? Вы не правы. Не правы? Я с вами полностью не согласен. Я думаю, вот обратите внимание еще на один момент. Если не хватает инструментов внутри страны, да, и мы говорим о том, что суды у нас фактически сложно им доверять, да, почему Украина, которая подписала римский устав, римский статут, не ратифицирует его, присоединяется, почему президент специально это засунул в изменение Конституции, для того, чтобы через три года только возможно приступить к ратификации римского статута. Почему это происходит? Ответ у меня очень короткий. Позвольте, обязательно ответьте. Вот, мне кажется, что, мягко говоря, отсутствует политическая воля. Почему отсутствует политическая воля? Потому что, фактически, президент, вместо того, чтобы переплыть с одного берега на другой, и житый по-новому, реально, даже в речку не вошел. Он идет по берегу, кушает эту травку, все хорошо, система работает. Вы, как настоящий и великолепный дипломат, услышали мой вопрос, но ответили то, что хотели озвучить. Санкции, я отвечаю прямо на ваш вопрос. Судьба Януковича к санкциям против России не имеет никакого отношения. Ну, настолько интересной получилась эта тема, в общем-то, хоть и беглой, хоть и никому и неинтересной, а видите, как живо обсуждаем. Наверное, продолжим мы во втором части, перерыв будет очень небольшим. Дождитесь, пожалуйста. Это «Черное зеркало». Мы продолжаем и продолжаем разговор о явлении беглого Януковича обществу. Зачем расконсервировали? Давайте думать. Валентина Леваченко. И снова к вам вопрос. Как главе спецслужб, да? А в руках у российских спецслужб бывших есть, ну, не Козырь, конечно, да и не Валет уже, наверное, но все-таки Янукович есть, да? Бывший, целый, целый, бывший легитимный. Для чего его вытащили сейчас понятно? Учитывая расстановку сил и в Украине, и тот скандал, который, в общем-то, сегодня спровоцировала то ли Москва, то ли наша недалекость, наших политиков и, в общем-то, функционеров. Как дальше его могут использоваться? Каких схемах? Я думаю, схема запущена, элемент гибридной войны и скористалася нерешучестью влады в связи с тем, что немае полномасштабного открытого судового процесса саме против него, саме за злочин против Майдана, а не эпизод только с Беркутевцем, хотя и он был важливый. Это первое, что нужно понимать. Другое, само використание теперь уже дезертира президента, который действительно сбег с властной страны. Для нас небезопасен только одним. Если и дальше в праве не наважится, а в Генеральной прокуратуре не выйдет хоть один прокурор и не прочитает государственное обвинувачение против Януковича за всеми нормами нашего законодательства. И если мы не проведем або не створим такой суд, который способен провести судовое заседание и покарать, и повторюсь, не только самого Януковича, но и экс-голову СБУ, экс-голову МВС, всех руководителей правоохранных органов, всех руководителей так называемых внутренних войск. Ну, они же против нас стояли на Майданах. Они же нам в обличие, тогда депутатам в опозиции, погрожили и расстрелами всем другим. Снайперы ФСБ и другие. Ну, куда делась эта складыва злочина? Вот вы, мы сегодня вспомнили разных там прокуроров. Я у них, честно скажу, я, например, считаю, что вы только судом к нам нужно на сегодняшний день спрашивать. Перед ним было сколько грошки без пиару. Кажу, витягніть. Ну, стоять підпис на Ловаченко. Я буду поганим в суде. Я прийду на публичный суд. Я ж тогда дав гарантию всему споробитникам новым после революции гидности в СБУ и в других регионах. Будь ласка, собираем доказы, сведки, где на каких-то таемных базах СБУ тоди колишнего ховалися эти ФСБшники, на каких дыхах были расставлены снайперские группы, и кого мали фотороботи, портреты на, власне, на знищение с активистов, которые перебывали на Майдане. Чего нам бояться? Чего мы маем какогось коллаборанта слушать, который нам из Ростова или из других российских мест рассказывает повнохиник. У нас должен быть судовый процесс. И это самое главное. Вадим и Андрей уверены в том, что российские спецслужбы надеются на то, что его услышит Америка, новоизбранный президент. Дойдут ли туда все эти слова? Как вы считаете? Анна, у вас есть свое мнение? Я хочу сказать очень коротко, что, чтобы мы сейчас не обговорили про какие-то политические, кулуарные, какие-то игры с приводу Януковичей с правой Майдану, я, как юрист, могу сказать вам одно, что каждый день затягивание этой этой справы, она уже три года, отдаляет нас от истины, то есть от того, что произошло на самом деле. Потому что любой юрист, который занимается криминальными справами, хорошо знает, что каждый день, что минает после убийств, появляются доказы, их зачищают, и, больше того, появляются память людей про события, которые происходят. И поэтому все, что сейчас происходит, оно в любом случае грает на пользу подозреваемых. И мне не понятно, почему за три года Янукович только свидетельствует по этой справе. Хороший вопрос. Николай Скорец, вы попросили слово. Буквально несколько слов. Первое, наверное, очень, скажем, первый раз за последнее время по какому-то вопросу есть полное единение студии. То, что Янукович однозначно говорит не своим языком, и то, что определенные силы вытащили его именно сейчас, и он там что-то озвучивает на пресс-конференции, это совершенно однозначно. Другой вопрос, что вот я полностью согласен с господином Карасевым, суд и обвинение, это не просто назначить обвиняемого и сказать, что вот он виноват. Нужно привести доказательства. В рамках приведения доказательств есть там право на защиту, есть право на то есть государство Украина, если это европейское сильное государство, обязано обеспечить проведение следствия, обязано обеспечить проведение всех следственных действий, обязано обеспечить права всех участников этого процесса. Если этого не делается, то не делается это только по одной причине, потому что на сегодняшний день во власти есть люди, которые точно так же ответственны за то, то, что происходило в тот период, и роль которых до сих пор не расследована. Они делают все для того, чтобы это расследование не было и дальше. Сергей, затем Андрей. Вы знаете, мне кажется, что вы, уважаемые коллеги, все слишком усложняете. Если бы вы потрудились спуститься в метро или постоять на остановке, если бы вы пообщались в деревне, на заводе, на фабрике с людьми, вы бы услышали очень неприятный для многих здесь провластных депутатов и экспертов месседж. Часть людей, и я абсолютно искренне вам и честно говорю, соскучилась по Януковичу. Вторая часть людей сожалеет, что привела к власти негодяев еще хуже, чем Янукович. И это не делает чести Януковичу. Разумеется, он неэффективный президент. Разумеется, он преступник. Разумеется, его нужно судить. Но те элиты, которые рейдернули Майдан и пришли на крови к власти, сегодня показали себя как такие же, как Янукович, или еще хуже. Это первое. Второе. Давайте людям скажем правду, что суд в этой стране может выдвинуть обведение Януковичу и довести процессуально до конца все этапы, только в том случае, если будет иметь политическую волю. Потому что каждый суд в этой стране карманный. Это суд Авахова, это суд Турчинова, это суд Народного фронта, Пашинского и где-то БПП и так далее. Все контролируется сегодня исключительно этими новыми политическими элитами. И поэтому Янукович будет предметом торгов международных, внутренних и других. И никогда, не изменив парламент, не перезагрузив полностью власть в стране, не сформировав новую геополитическую, внутренне политическую повестку, Янукович не ответит перед украинским народом. Возникла тогда вопрос, а нужен ли нам этот суд в Гааге, о котором мы спорим уже неделю? Или у Украины достаточно, ну, по крайней мере, вот закон о заочном осуждении. Он работает на сегодняшний день все-таки или нет, Андрей? Он не работает. Но дело в том, что он есть и нет никаких ограничений в его использовании. Еще раз скажу, он не просто... Помните, год назад, как кормили общество обещаниями, вот нам нужен только закон о заочном осуждении и Януковича, мы осуждение? Было? Было. Закон был еще в 2016 году, еще в предыдущий стат парламенту принял. Цей стат парламенту десь год назад спростил еще больше процедуру притягнения по заочному. То есть никаких проблем нет. Еще раз говорю, даже международный расшук не нужно оголошить. Я вот хотел бы еще несколько фактов я навести, просто для того, чтобы было зрозумяло, на сколько системно идет развал справ по Майдану. Ключевый, насправді, святок. И обвинуваченный одночасно ключевый святок, потому что это как раз та ланка, який мог бы показать связок между безпосередньо виконавцами и зимовниками расстрелев. Это садовник. Это прозвище людини садовник. Это командир спецроти Беркуту, который безпосередньо командовал расстрелами на улице Институтской. Это человек, два года назад, был выпущен судом, конкретно судья Волкова, был выпущен просто из-под варты. И после этого находится в неведомом месте. Он в расшуке, но он не знал, где. Вот, власне, эта человек, которая командовала расстрелами, она была выпущена украинским судом. И сейчас он не может дать свидетель, кто давал ему безпосередньо команды использовать вогнепальную оружие против протестующих. Это просто, чтобы понимать масштабы этого процесса саботажа и знищения этой справы. Буквально сейчас идут суды по Беркутевцам рядовым, которые так же извинувачиваются в расстрелах. Буквально неделю назад был выпущен просто из суду Беркутевец, который сидел 2,5 года, по которому есть извинувачение, что он безпосередньо вбил трех людей из автомата Калашникова. Его просто отпустили из суду. Это говорит о том, что сейчас просто идет прямый саботаж в судах. Причем, больше того, в судах, вот я ходил на эти суды, я видел, как там ведет нахабство. Адвокаты Беркутевцы, которые там в клетках, отверто хамляют, залякают постраждалих и свидетельств. Суды этому всему потурают. И это просто идет отвертый реванш в судах сейчас. И поэтому, кстати, нужно на эти суды ходить. Я закликаю всех депутатов, кому это не байдуже. И просто доводят, хотя бы сутью. Я с вами согласен абсолютно. Владимир, вот теперь скажите, а в Гаги, в Международном суде, не знают о такой ситуации? Будут ли они после этого браться за дело? Вы знаете, безусловно, что Международный криминальный суд потребен для того, чтобы расследовать злочин первой агрессии, где Украина фахово и объективно не может провести расследование. И военные злочины связаны с международным военным конфликтом, с войной. Но я поддерживаю пана Левайченко в том, что злочины, которые были совершены на Майдане, в убийстве, они должны быть расследованы, доведены до конца тут, в Украине. Мы должны вгристися, не отдавать никому, но решить это вопрос. И если в Международный криминальный суд, мы имеем в виду и прокурорский офис, и суд власне, то тут и прокуратура, и правоохранные органы, и суд должны разом действовать. Если сегодня уже передаются материалы для офису прокурора в Международный криминальный суд по этому, представьте себе, что будет, если прокурор скажет, что по злочинам на Майдане у меня нет юрисдикции, я не находлю возможность их расследовать. Это что получается, что нас три года дурили? Это что получается, что обманывали потерпелых, обманывали родителей жертв, граждан Украины обманывали, что есть доказы. А Международный криминальный суд скажет, что тут доказов нет. Так Янукович тогда в белом костюме выйдет взагалі. Но остается открытым вопрос. Сегодня Украина сорвала этот допрос. Нужен он, не нужен украинской власти. Мы вроде бы, то есть Украине, мы не разобрались, ответ искали. Но что делать теперь в понедельник? Ситуацию отсрочили всего на три дня? Отсрочили грубым образом. Отсрочили в интересах Януковича, к сожалению. Подыграли Москве. Что в понедельник делать, чтобы не подыграть Януковичу и Москве? Выходы какие? Снова заблокировать 20 активистов и перенести на Среду? Я отвечу. Дальше что? Я отвечу. Позволите Сергею потом вымокся. Максим, послушай. Что нужно делать? Нужно выигрывать этот суд. Это первое. Нужно продолжать его. И это наше дело чести не дать снова Януковичу повод для всевозможных спекуляций и делегитимизации последствий Майдана, новой власти и так далее. Этого нельзя ни в коем случае допустить. Президент должен неким образом повлиять на Авакова с тем, чтобы в случае очередного блокирования процесс был разблокирован и мы дальше пошли законным путем. Я совершенно согласен с вами. Нам нужно выбирать. Дальше революция, дальше майданить страну или закон прежде всего. Закон. Мы правовое государство и должны исполнять закон. Ну, во-первых, законность в обществе и в государстве определяется не только количеством и качеством принятых законов, а тем, как они еще исполняются. Поэтому, как юрист, хочу ответить, что то событие, которое сегодня не состоялось, но уже показало признаки того, что может быть в понедельник, подтверждает, что то шоу, которое планировал Кремль со своими хозяевами из Кремля, к допросу, как юридическому факту, как процедуре, прописанном в Уголовно-проциальным кодексах, имеет такое же отношение, как ежик к футболке. Ноль. Никакого. Абсолютно правы, но при этом забывайте, что это шоу заменили на более грандиозное шоу. Алексей, а коль это не допрос, то все, что он там скажет, имеет нулевое юридическое значение. Почему суд разрешил? Нет. Минутно. Учитайте тело Уголовно-процессуального кодекса, где указано... Генеральная прокуратура, устами, сейчас не вспомню фамилию главы следственной группы, напомните. Горбатюк. Нет, Донский, да. Сегодня я сказал, что эти показания Генеральной прокуратуре для расследования нужны. Нужны, да. Ну, нужны, если показания. Но то, что произошло, это же не показания. Простите. Эти показания для Генеральной прокуратуры нужны. Нужны, если показания... Так ничего не произошло. В какие водах мы с вами заплыли, Максим? Сегодня можно бесконечить, что ему никто не надиктовывал и не свидетельствует... И это с этим мы уже согласились. Друзья, пока мы здесь с вами судили и спорили, наши телезрители и программы «Черное зеркало» на сайте подробностей имели возможность ответить на один простой вопрос. Какой суд отправит Януковича в тюрьму? Украинский или трибунал в Гааге? Давайте посмотрим, что ответили наши телезрители. В украинский суд верят чуть более трети наших зрителей, которые голосуют. Две трети. Все надежды свои связывают только с трибуналом в Гааге. Только он, наверное, считают наши зрители, может помочь Януковичу увидеть небо в решетку. Я попрошу прокомментировать эти результаты и ответить на вопрос. После услышанного вы верите в то, что Янукович все-таки будет осужден? Анну Малер и Тараса Костанчука. И закрываем тему. Я удивлена такой высокой доверой украинским судам, потому что по других справах... 33% вы считаете это много? Это очень высокое. По других справах у нас доверия иногда в минус идет до украинских судов. Або до 10% коливается. Разом с тем, мне очень шкода, что 68% граждан я сейчас разочарую. Никакого выроку по Януковичу в Гаагский суд выносить не будет. И он просто не может это сделать. И нам уже прямо на это натякают. По одной простой причине. Відповедно до римского статута, лишь 4 склада злочину подпадают под юрисдикцию Международного криминального суду. Геноцид, агрессия, военные злочины и злочины против людяностей. Единее, под что можно теоретично подпасти злочины Майдану, это против людяностей. И разом с тем, прокурор Международного криминального суду уже заявил про то, что на их думку, на их попереднее расследование, им кажется, что там недостатньо систематичности в чинении этого злочину. И я перепрошу, но они считают, что это за мало жертв для того, чтобы это считать злочинами против людяности. Поэтому практически нульный вариант и нульная возможность того, что Минирный криминальный суд и Тарас Костянчук. Смотрите, я вам скажу так, это же 30% сказали Украинский суд, они не сказали той суд, который сейчас есть. Потому что достаточно просто, нужно сменить политическую элиту, которую тут кто-то называется не элита, а бедлота политичная, чтобы пришли к владе, звичайно, политические украинцы. Украинцы-патриоты прийдут к владе, створят Украинский суд патриотичный. И он очень быстро, протягом 3 месяцев, там сколько в Нюрме это было, 5 месяцев, нам достаточно 3 месяца и посадить, и засудить, и стратить, если нужно будет и Януковича, и всех поплечников, и адептов нынешней влады, которые делают все для того, чтобы этого не произошло. Я застеряю всю нынешнюю владу. Это не конец Украины. Украина продолжится. Очень быстро будет изменение влады. Если вы боитесь патриотов, вы сгадаете, 14-й год, именно патриоты взяли оружие и запомнили российского агрессора. И не думайте, что патриоты... Не думайте, что патриоты... Нет, не звали еще державы. Друзья, не звали. Спасибо, Тарас, спасибо. А кто лже-патриоты? Спасибо. Потому что то, что вы сказали, это и есть диктатовское мышление. Очень жаркий спор у нас сегодня получился по поводу человека, о котором вы через 3 года, после начала революции достоинства, хотелось бы сказать, да фиг с ним, кто он такой. Но, к сожалению, к этой теме мы вернемся с вами. Вполне возможно, на следующей неделе уже в понедельник. К сожалению, и Киев в этом тоже виноват. Друзья, я перехожу к следующей теме. Тарас, вы мне немного мешаете. Я вынужден перейти к следующей теме, потому что все мы вынуждаем ждать целого вице-премьер-министра Украины. Ивана Климпуш-Сенсадзе с нами на связи. Она сейчас к нам присоединится в режиме видеоконференции. Я понимаю, что нужно заявить часть вторую. Я ее заявляю. Начнем мы с Иваны Климпуш-Сенсадзе обсуждать итоги того, что случилось в Брюсселе. Саммит Украины и ЕС. Окно возможностей закрылось для Украины или наоборот распахнулось. Начинаем следующую часть. Ивана, добрый вечер. Спасибо, что вы ждали включения в наш эфир. Искренне спасибо. Давайте оценивать итоги. Как вы сами оцениваете итоги этого саммита? И почему среди политиков, экспертов звучат абсолютно разные мнения? От полной отрады до перемоги, как всегда у нас в Украине. Ну, мы с вами вси как-то тенденційно намагаемося шукати простые ответы на сложные вопросы. Но я уверена, что наша встреча в саммите, который произошел в Брюсселе вчера буквально, он подтвердил то, что у нас дальше полностью, в разных галузях, развиваются отношения с Европейским Союзом. Развиваются они насамперед, через то, что Европа в очередь подтвердила свою политическую поддержку в Украине, политическим тим нашему противостоянию агрессору. Знову ж таки подтвердила свое продолжение своей политики невизнания анексии нелегальної Криму Российской Федерацией. Так же, фактически, мы получили понимание того, что европейские ученики европейских институций сподеваются на то, что продолжение санкций против Российской Федерации будет сейчас принято абсолютно одноголосно Европейской Радой, которая соберется в середине грудня, выходя из того, что Россия продолжает порушивать Минские договоренности. Также мы подписали несколько документов. Один из них – это меморандум, по сути, оновление, который работал в наших взаимных с Европейским Союзом с точки зрения энергетики с 2005 года до теперь. И сейчас это новый меморандум с вопроса энергетики, который рассчитывается на 10 лет. Это рамка, которая позволяет сотрудничать в всех галузях энергетики, начиная от атомной, вугольной, газовой и так далее. Также мы подписали финансовую угоду на надание Европейским Союзом денег на продолжение антикорупционной реформы, в частности, поддержки технических возможностей работы антикорупционных органов, которые у нас уже созданы, поддержки парламентского контроля за антикорупционной деятельностью и участие гражданского общества и медиа в этом процессе. Поза тем, мы также понимали, что это, напевно, не впервые, когда Украина наполягала на выполнении Европейским Союзом их обязанностей относительно Украины, а не исключительно ответила или ответила на свои успехи. Я хочу поточнить тогда, если удалось вам наполягти и позволить Европейский Союз назвать точную дату, например, введения безвизового режима с Украиной. Точная дата известна на сегодняшний день или нет? Я думаю, что Европейский Союз способен принять решение относительно механизма безопасности безвиза до третьих стран, что, снова таки, означает, что и решение, и он это сказал так же, что и решение относительно полноценного безвиза до Украины будет принято. Мы сейчас видим то, как тяжело такие бюрократические юридические площади находят между собой понимания разные европейские институции и в том вопросе, в котором Украина не относится Украины. И мы видели, что, наверное, с таким частково вибачальным тоном до нас обратились наши партнеры. С тем, что, на жаль, на данный момент они своих обязанностей, своих обязанностей не смогли, хотя, по сути, принятие решения с постоянными представниками членов Европейского Союза 17 листопада, относительно того, что Украине будет надан безвизовый режим, это уже практически предоставленным, если можно так сказать, решением крок на встречу с этим безвизом. А что Вы ответите тем скептикам, которые утверждают, что мы можем ждать безвизового режима, как минимум до весны, а то и до осени следующего года? Они имеют в виду выборы во Франции осенью? Ну, если так, то это, знаете, давайте, 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 з'ясуемо тоди, якщо, якщо мы говорим про такие прогнози, давайте, з'ясуемо, с чем это связано. Чи это связано с тем, что мы, как украинцы, не, не сделали тех реформ, которые мы хотели сделать, насамперед, для того, чтобы общество стало кращим, чтобы страна стала кращей, чтобы прозорьше была, чтобы были подзвитные політики и государственные службы. Мы все эти кроки сделали. Тобто, насамперед, мы должны понимать, что очень много вещей сделано именно для того, чтобы наша страна была успешнейшим. И сейчас проблема и решение, ключ от решения, знову ж таки, неповязанного безусловно с Украиной, лежит в межинституционном треологии Европейской комиссии, Европейской Ради и Европейского парламенту. И все-таки мне бы хотелось надеяться, что есть спроможность зараз Европейского Союза реализовывать... Ну, мы на это очень надеемся. Спасибо вам большое. И за то, что... А и вести цей диалог. Понятно, Ивана. Спасибо. Спасибо вам и за то, что вы дождались так поздно. И за ваши ответы. Это была вице-премьера Украины Ивана Климпуш-Сынца. За, к сожалению, время нашего включения с ней подошло на нет. Так все-таки, все-таки, не кажется ли вам, что Украина все-таки упустила какие-то свои возможности? Вот Ивана говорила о том, что очень много сделано. Действительно, сделано вроде бы много. Но не познали, не дождались мы с этим выполнением своего домашнего задания до того периода, когда у Европы на первый план все-таки уже вышли свои внутренние проблемы, чтобы решать наши международные. Андрей. Это правда в том, что сегодня Украина ведет слабкую внешнюю политику. И эта политика полягает в том, что мы постоянно стоим в позиции чего и позволят. И постоянно слушаем, что нам говорят. И в результате через такую слабкую внешнюю политику до нас так ставятся. До нас постались несправедливо. До нас поставились по великому рахунку, нам збрехали. И это нужно говорить прямо. А почему так сталося? Надо винить только себя. Потому что слабкими так будет завжди. Почему? Знаете, у меня вопросов до нынешней влады очень много. И то, что реформ нет, и коррупция, все зрозумело. Но 144 пункта, которые требовал Европейский Союз, украинская держава выполнила. В соответствии, в этой ситуации должны были быть автоматичные и определенные решения. Их нет. Больше того, нам ставят новые требования. Например, отменить мораторий на экспорт, на вывез Лесу Кругляку. Скажите мне, пожалуйста, это что означает? Не рассказывайте, пожалуйста. Это что означает? Нам сейчас... Само это нам говорят сейчас. И, соответственно, мы должны сейчас это делать. То есть, уничтожить свое производство, свои рабочие места, ради того, чтобы потом поехать на заработки кудись. Я так понимаю. В соответствии, если мы сейчас пойдем на эти додатковые требования, то тогда, поверьте, точно, никакого безвизового режима не будет. Потому что, понимаешь, тут сидит влада, которой можно что угодно сказать, она это выполняет. И в результате все равно будем дальше их заносоводить. Придумываем еще. Давайте еще это сделать, а потом еще это сделать, а потом еще 50 что-то сделать. На самом деле, дело в одном. Надо вести сильную политику, надо действовать в своих национальных интересах, а не быть телефонной трубкой, на которую звонят и говорят, так, сегодня вы делаете это, завтра вы делаете это. А по-третью, надо понимать, что сегодня, так, Европа может нас научить борьбу с коррупцией, экономическому развитию, повазить до права человека. Так, они в этом плане набагато впереди нас. Но в вопросе защиты своей национальной чести и борьбы за свою государство, мы сегодня можем научить многое. Поэтому учится каждая страна самостоятельно, наверное. Елена Сотник нам недавно присоединилась, самопомощь. Елена, вы секретарь комитета по европейской интеграции. Кому как не вам, мне в первую очередь, задавать вопрос. А чем же закончился саммит в Брюсселе? Холодным душем или радушными объятиями для Украины? Брюсселе. 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 Брюсселе за запитание. Насправді, завжди в запитании є ще момент ставлення, взагалі, про що ми говоримо. Що таке саммит? Це є робочий орган європейської інтеграції України і це є двосторонній орган між Європейським Союзом і Україною. Тепер треба розділяти безвіз і євроінтеграцію. Якщо говорити про безвіз, так ми не отримали очікуваної відповіді, але тут є дві причини. Перша причина, вона криється абсолютно, я б сказала, в некоректній поведінці наших лідерів, політичних лідерів, які поставили певні обмеження, поставили певні рамки і назвали людям строки, які вони не могли називати, тому що не вони приймають рішення. Це наша внутрішня проблема і насправді, як би це цинічно не було, європейці наші внутрішні популістичні заяви взагалі ніяк не хвилюють. Тепер друга історія. Друга історія, яка пов'язана з прийняттям рішенням по безвізу. Скажу вам так, що оці 144 вимоги це найжорсткіші вимоги лібералізації з усіх вимог, які були поставлені до інших країн, деякі з них вже отримали безвіз, деякі знаходяться в процесі. І вони були поставлені не просто так. Тому що Європейський Союз насправді, він не очікував, що Україна, всі ці 144 вимоги виконує в повному обсязі. Виконує повністю. Давайте згадаємо лише останні електронні декларації, які зривалися, ну, напевно, разів вісім, так це тільки на моїй пам'яті. А скільки було спроб зірвати їх ще до того? Чому зірвались, потім стало ясно. Абсолютно зрозуміло. Але, але, навіть це не зупинило. Я до місця корупціонера все-таки зірвав би, навіть. Неважливо, ми маємо вже сьогодні результат. 144 вимоги виконані, європейці цього не очікували. І тепер, що вони роблять, вони ховаються за бюрократичними процедурами. Тому що, насправді, всі були сподівання на те, що рішення приймати. На сьогоднішній день українська зовнішня політика, особливо по відношенню до Європейського Союзу, є найміцнішою, найсильнішою за всі роки незалежності. Тому що вона працює по всіх напрямах дуже ефективно, в дуже складних умовах. Я думаю, що пан Гегорій може посміхатися, але насправді найбільші провали були за його віце-прем'єрства і європейській інтеграції. Я це можу говорити свідомо. Тут справді, може це смішно, але насправді поїдьте, переконайте Нідерланди, змінити з точку зору ЗНІ на ТАК. І це змінилося. Ви говорите, не знаючи в суті питання. З фаховими дипломатами. Я переповіручаю. Я вовчав, ви відповідайте, чому не набула чинності угода про асоціацію Україна-ЄС? Дайте, будь ласка. Від цієї поваги до вас. Дайте, будь ласка. Тому що в Нідерландах відбувся референдум. Неправда. Та. Неправда. Чим ти що відбувся самі? Чому? Які вимоги Нідерланди ставлять в ЄС? В Брюсселі? За Україну? Послухайте, ви зараз маніпулюєте. Нідерланди поміняли свою позицію Україну-ЄС? На сьогоднішній день прем'єр-міністр Рюте працює над тим, щоб завершити ратифікацію. І ми це побачимо, що до кінця року ці позитивні рішення. По безвізовому режиму ми теж отримали всі рішення з приводу того, визнання... Простите, я сразу уточню. Ви уверені, що прем'єр-міністр Рюте, який має ще виїграти вступні вибори вступного року, от кожне втро просипається і думає ось 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 ось, як би впустити Україну в Європі. Не ближу ли йому свої перевибори? Я вам скажу, для цього є уважені крюти. Бо 1 листопада прем'єр-міністр Рюте офіційний письмовий лист направив в свій парламент, що в національних інтересах Нідерландів завершити ратифікацію угоди. Ми подочекаємось, давайте, 15 грудня, коли буде прийнято рішення на рівні Європейського Союзу, що розблокується все. Це все дуже кропітка і складна робота. І тому кожні півкроку, які нам даються в плюс, це є наш плюс. Ми ніде поки що не програли в мінус. І по безвізу, і по набранню чинності угоди, беручи до уваги особливо цей графік виборів. Тому насправді ми дуже прискіпливо і критично ставимося до мікрорухів. Хоча всі ці мікрорухи йдуть вперед. На це треба звертати увагу. І тому треба спокійно працювати далі і нашому Міністерству закордонних справ, і нашим парламентарям, які зараз дуже багато корисні справи роблять. І тому позитивні результати, звичайно, що будуть. Зрозуміло, що наші політики створили надмірні очікування дуже швидкі. А якщо б Україна за це час превратилась в таку собі європейську витрину реформ, успішних насправді. Тобто, якщо б було зроблено все те, що обіцялося на Майдані в тому числі, можливо ли, що відносини з Україною з Євросоюзом на сьогоднішній день були б абсолютно іншими? Владислав. Знаєте, я вам пропоную все ж таки диференціювати два поняття, які ми тут зараз змішуємо. Європейська інтеграція, візова лібералізація. Це абсолютно дві різні історії, які між собою абсолютно непов'язані. Так, непов'язані. Так, непов'язані. Я зараз поясню, чому непов'язані. Ви знаєте, я, наприклад, також підтримую ту сентенсію, що при призначенні віце-прем'єр-міністра, яка відповідальна зараз за європейську і європейську інтеграцію, дійсно, наші відносини з Європейським Союзом набули зовсім іншого рівня інтенсифікації. Якщо ми, наприклад, подивимося досвід тієї ж самої Літви, там, коли вони тільки ще йшли на шляху до своєї європейської інтеграції, віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції, був чи не найважливіша посаддя в уряді, набагато важливіше, ніж прем'єр-міністр, бо фактично та особа вирішувала, чи підписувати, чи не підписувати той документ. Але менше з тим, давайте все ж таки повернемося до того, що було зроблено, а також ті 144 вимоги, які виконала Україна. Я переконаний, що ці реформи потрібні були не Європейському Союзу. Ці реформи були потрібні для українського суспільства і для нашої держави, щоб набути успішності. Скажіть мені, будь ласка, чи є щось поганого того, що у нас реєстрі власності стали відкритими? Чи є щось поганого, що у нас створені дійсно органи, які будуть боротися з корупцією? Далі просто побачимо, наскільки вони інфективні чи ні. Я вам тільки хотів сказати, якщо нікому не посадять по итогу в електронному декларуванні, то толку від цього нікакого. На жаль, я погаджуюсь також з тим, що українська влада, ставлячи певні дати, сама себе завела трохи в глухий кут. Цього робити було абсолютно неможливо. Бо давайте подивимося навіть, повертаючись, чи пов'язана європейська інтеграція з візовою лібералізацією чи ні. Є такі, наприклад, дві країни Європейського Союзу, одна потенційно може вийти з ними, як Британня і Ірландія, яка веде абсолютно незалежну візову політику і жодним чином не пов'язані з цією візовою лібералізацією. А є, наприклад, така країна, як Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, але при тому входить в Шанген. Тому давайте будемо з вами відверті. Це питання лежить не в площині взаємовідносині Україна-ЄС. Це питання лежить взаємовідносині Україна і всієї європейської спільноти. Тому, коли там хтось намагався в очікуванні, що 24 листопада, що там буде якесь чудом, міракл, що буде візовою лібералізацією, на жаль, це питання, яке дуже сильно маніпулювалося в рамках українського суспільства. Але я хочу, щоб ми всі розуміли одну просту річ, що ті вимоги, які ставили перед нами європейські партнери, були потрібні не європейцям. Вони потрібні нам, як держави, щоб стати самодостаточним. Якщо вас послушать, все у нас прекрасно і хорошо. Вадим Карасев, а почему тогда многие експерты называют, що все-таки холодний душ був для України в Брюссіле? Или ви не согласны? Я не согласен, щоб вообще вот так рассматривать достиження чи пораження. А вот на чому я становился, на ключевих вопросах. Ну, первое, ви говорили, а вот витринна Україна. А Україна могла быть витриной только в одному смыслі. Когда Україна, є геополитичний смысл. Якщо ми країна, форпост боротьби Запада з Росією, як це було в своє час, Гермія, западна, во рімі Холодої війни, чи Южна Корія на корейському полуострові, чи ряд інших країн, інвестиції, геополитичні інвестиції, шли б в Україну. І так б проводили реформы, як Польща в 90-х годах. Она була витриной, она і получила все. А не Україна, тому що зараз, що кажуть Нідерланди? Що кажуть Рюте? Ні, вберіте із цього соглашення, що ви не маєте... Ні, послухайте, по крайній мере... Ну, послухайте, по крайній мере... Ми що, получим структурні фонди? Ми що, будем членом Нинпропейського Союзу? Так а далі? Я далі йду. По тому, не, 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 поэтому, слушайте. Не треба, не треба, не честна. Так вот, послухайте. У нас выбор. Какой выбор? Либо ми страна Форпост, либо ми страна Мост. Вот такой выбор у нас сегодня, надо это понимать. Що касается Европейского Союза і далее, і України... Проблема не в безвизовом режиме там или в чому. Вони не знают, що с нами дело сейчас. Потому что, как проводились реформы в странах Центральной и Восточной Европы? Вам... Вы хотите быть членом Европейского Союза? Вы хотите быть членом НАТО? Проводите реформы. Если вы не член НАТО, если вы не член Европейского Союза, то уже нет таких требований. Это политика обусловленностей. Надо одну вещь понять. Реформы в Литве, Польше и в других странах проводил Европейский Союз. Он был главным субъектом реформ. Он тянул эти страны. Украину он тянуть не будет. Мы большие. У нас геополитическая ситуация другая. Сегодня Европа другая. У нее нет столько денег сегодня. Они сегодня не на подъеме. Геополитика сегодня играет не на стороне Запада. Это тоже надо понимать. Поэтому мы должны без иллюзий подреть на такую вещь. Мы хотим быть европейцами? Хотим. Второе. Нам надо идти в Европу? Надо. Но основным субъектом еврореформ должны быть мы сами, украинцы. А вот здесь мы не дорабатываем за три года. Чего они нам выставляют вот эти условия? Чего они от нас вот так вот немножко отталкивают? Да потому что мы за эти три года не сделали то, что мы могли сделать. Могли больше сделать в области еврореформ. И не говорите про электронные декларации. Сделали хорошо. А что у нас элита европейская? Я вам очень кратко отвечу. А что у нас политическая система европейская? Вадим, знаете, ответ кроется в одной простой фразе. Уважение не выпрашивают. Уважение заслуживают. Все. Можно быть и так. Максим Куриевич, давно просите слово. Кстати, об уважении. Вам не кажется унизительной ситуацией, например, когда европейцы требуют от нас за 600 миллионов евро открытие экспорт леса кругляка? Во-первых, наверное, это чуть ли не первый саммит. Не кажется ли вам это копейками из-за того, что, например, Карпаты превратятся в пенькатых, можно будет назвать? Алексей, это чуть ли не первый саммит, когда Украина вчера не просила, а требовала. И сегодня, наконец-то, спустя три года, господин Владимирович, мы превратились в субъекта европейской политики. В субъекта европейской политики. Браво. Спасибо. Максим, я хочу уточнить. Вы действительно считаете страну, которая все время отказывает даже в безвизовом режиме? Это даже не ассоциация. Это неправда. Алексей, вы говорите неправда. Страна, которой дают 600 миллионов евро с барского плеча за вырубку элитных деревьев. Она является субъектом по-вашему? Я просто хочу уточнить. Отвечаю для того, чтобы не смешивать понятия, которые нельзя смешивать. Первое. Что касается 600 миллионов евро макроэкономической помощи за то, чтобы Украина отменила запрет на экспорт леса Кругляка. Было решение украинского парламента запретить вывоз этого леса Кругляка. Для того, чтобы создать собственную отечественную лесоперерабатывающую промышленность. Нашлись субъекты хозяйствования, зашлись инвестиции, в том числе из Аркадемского союза, которые строят мебельные фабрики. Нужно торговать сегодня готовой продукцией с добавленной стоимостью, создавать здесь рабочие места, а не увозить это все в Европу сырьевой придаткой. Но Украина является полноправным членом мировой организации торговли. Мы взяли на себя соответствующие обязательства. Но я хочу сказать откровенно и как есть. Дискуссия будет проводиться в парламенте. Лично я не буду голосовать за снятие экспорта. Так он же вам как травился это решение. Сергей, вы как считаете, пройдет этот законопроект или нет? Смотрите, у меня по этому поводу есть своя очень субъективная оценка. Я считаю, что причина она внутри и причина политический кризис. Мы приняли эти 144 изменения в законодательстве. Мы действительно сделали большой труд и большую работу. Но, уверяю вас, ни одно из них не будет работать так, чтобы государство полноценно функционировало. И декларации приняли. И что в результате? Мы просто приподняли крышку и увидели, обнажили просто адскую ситуацию. Мы просто увидели уровень глубочайшей коррумпированности политических лиц страны. Дальше. Мы приняли изменения в реформе прокуратуры. Она работает. Нет. Мы изменили судебную систему. Она работает. Нет. Ничего работать не будет. Пока снова же. Вы можете меня за это критиковать. Мы не перегрузим политическую систему. Не проведем выборы. Тебя выгоним, меня выгоним, всех выгоним, перегрузим. Новый парламент. Полностью новая система. Новые молодые партии. Социал-демократическая партия. Идеологическая партия. Ну, тогда вы покроете новое государство. Григорий Немарин. Скажите, пожалуйста, все-таки, как вы расцениваете ситуацию с безвизом? Я не про обещания, кто обещал, кто не что сделал. Я в свете изменения Европы. Будет меняться Европа все-таки в следующем году. Правильно? Будет еще отсрочка до весны. Затем до лета выборы в Германии. Там, скорее всего, возможно, ничего не изменится. Затем выборы в Голландии. Это осень следующего года. Но, может быть, еще на год зависим с решением этого вопроса. Как вы думаете? С моим трехклассным образованием, среди экспертов по европейской интеграции, сложно, конечно. Я по-простому попытаюсь сказать. Получилось так, что мой сосед, он такой очень тоже простой, как и я, человек. И он встретил меня сегодня, когда я выходил ехать к вам на программу. И он сказал, Григорий, а что и почему? Я говорю, а вы как думаете? Он говорит, знаете, вместо того, чтобы семь раз отмерить и один раз отрезать, семь раз отрезали, а потом то, что осталось, на голову не натянешь. Это он сказал о безвизовом режиме. Я не понимаю, как можно было десять раз или больше называть конкретные даты, что будет безвизовый режим. Я вам гарантирую, запишите, перепишите, покажите, кто и почему посоветовал президенту, если, конечно, он не сам придумал, говорить это. И поэтому, когда мне говорят, что у нас самая успешная дипломатия всех времен и народов, я хочу сказать, кто ответственен за то, что Украина, которая раньше Молдовы получила, за полгода, план Ди по либерализации, Молдова с апреля 2014 года, граждане Молдовы, безвизовый режим, а Украина, которая получила в 2010 году, а, кстати, в июне 2014 года, через 2 недели после инаугурации президента Порошенко, перешла ко второй фазе плану действий. Кто мешал, минутку, кто мешал в 2014 году, в 2015 закончить этот план действий, и кто будет отвечать за то? Вопрос ответственности. Давайте мы не будем. Смотрите, вот я просто возмущаю. Знаете, когда вот вы сказали, Григорий, 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 мы Путин, 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 я просил вас все-таки не вспомнить, как это было, как будет, вы можете проспоглазировать? Когда говорят, что это был первый саммит, на котором мы требовали, требовали, когда говорят, что мы загнали евробюрократов в угол, когда говорят, мяч теперь на стороне Европейского Союза, ну, для меня это признак некомпетентности, извините. И поэтому некомпетентность есть тогда, когда есть безответственность. Первый вопрос. Кто ответит за то, что Украина, имея все возможности, стартовые лучше, выполнил парламент то, что нужно сделать, до сих пор не получила безвизовый режим. Второй вопрос. У Грузии спросите, которая вместе с нами не получила визовый режим. Господин Марио, вы лукавите. Грузия вместе с нами не получила безвизовый режим. Слушай, мне сложно с вами спорить, вы, конечно, больше знаете, чем я. Я, наверное, закончу за вас, я вам приведу слова моей соседки, извините, я вам приведу слова моей соседки. Она, наверное, еще проще, чем ваш соседок. Она сказала, с такими тарифами, мы не ваши безвизы. Да это куды. Я Николаю Невизову так не вижу, никуда не поеду. Александр Ильич Медилова, я сейчас хочу дать время экспертов. Один вопрос всем. Так все-таки, по итогам последнего саммита в Брюсселе, кто мы для Европы? Халявщики или партнеры? Очень коротко все эксперты. Александр Ильич Медилова начинает. Дело в том, что эта дата, которая была анонсирована как получение без визы, она очень сильно ударила непосредственно по имиджу президента. Потому что лично он был главным спикером, который говорил об этой конкретной дате. Он брал на себя личные обязательства. И все-таки он является не просто грантом Конституции, но и топ-лицом, с которым нас всегда сравнивают и отождествляют. Так вот, возвращаясь к вопросу вырубки лесов. Президент Румынии приравнял вырубку лесов к угрозе национальной безопасности, то бишь к терроризму. Очень хороший пример. Что, когда президент отстаивает интересы государства или не отстаивает? Что имеем мы? Мы имеем немного противоположное решение. И вот здесь есть главный месседж. Страна, которая не нужна собственному населению, никогда не будет нужна чужим. Однозначно. Спасибо. Владимир, что вы скажете? Вы знаете, за два года настолько подняли высокую планку ожиданий от безвизового режима, то что будет. Что таким и великим будет расчарование, когда его дадут. Для людей будет это великое расчарование. По сути, ничего не изменится. Солнце на Сходе сошло, на Захід впало. Сергей, по Полтавских села, сколько людей ожидает безвизового режима? Да ни сколько. Они ждут, как субсидию отримать на газ. Питание безвизового. Безповідно переактуденного людей. Безпека. Війна стоит переактуденного. Спасибо. Спасибо. Вас услышали. Анна Маляр. Очень коротко прошу. Вот пан Каплин порадил нам спуститься у метро. Я сегодня туда спускаюсь. И двече сегодня там была. И могу вам рассказать, что думает народ про оцю всю ситуацию с безвизовым режимом. Кроме того, что поддерживает вашу соседку. Есть еще и такая думка. Дуже проста. Да. Украина бідна країна. У европейских чиновников есть свой электорат, который против того, чтобы давали безвиз больше 40 миллионов людей, которые просто бедные, которые действительно хотели бы работать или жить в Европе. И когда они выставляли 144 требования, действительно они в этот момент не хотели, чтобы Украине давали безвизовый режим. И они пытались какомога больше поставить вимог. И вот мы их выполнили. И теперь спитайте в метро, чи будь-де в какой-то простой человеке. И что в ее жизни изменилось, когда Украина выполнила эти 144 вимоги. Украина как была бедной, так и осталась бедной. Я в платежках очень много, что изменилась. Я думаю, Европа как боялась давать нам безвизии, так и боится. Понятно. Тарас Хачка, очень коротко, пожалуйста. Я просто, пану Григорьеву, відповім безпосередньо, хто винен, хто відповідальний, хто заважав. Заважав и допомагав парламент и уряд. И тому саме дипломатам было вдвічі важче. И на зовнішнем фронте, и на внутрішнем переконивании. Я заставлю вам, я просто коротко, я передоплываю. Парламент виконував, я всіх вітаю, что виконали, але виконали всі умови парламент и уряд. В 2016 році останні рішення были приняты в голове. То есть нам въехали, мы не в комфортном поезде, а скакивали на последнюю ступеньку. Андрей Ермоваев, пожалуйста. Времени нет, пожалуйста, извините. Кстати, я скажу очень просто. Вот безвиз как символ. Виза, безвиза, это доверяют, не доверяют. Нам не доверяют. Я согласен. Это рядовой, если у нас это саммит. Где в очередной раз в лице наших руководителям нам дали понять, что и сейчас нам не доверяют. Что касается требования 144, это для нас требования. Они нас тестировали и ужаснулись так же, как и мы. И о декларировании, и ситуации судебной системы. А теперь давайте посмотрим их глазами на нас. Война, коррупция, ложь, вот этот ура-патриотизм. К сожалению, в этом качестве Украина действительно не имеет перспективы в Евросоюзе. Тогда, когда Евросоюз проходит очень сложно... Есть декларирование, есть декларирование. Валентина Леваченко, вы верите, что хоть один чиновник сядет после этого есть декларирование? Задаю, наверное, риторический вопрос. Я не переконан. А если нет, то был ли смысл в этом есть декларирование? И у него остается смысл в антикоррупционной иллюстрации, про которую, власне, за которую боролись еще в опозиции до Януковича и ездили людям обещали. Сейчас обязанность антикоррупционного бюро каждого депутата, который набил присягу, когда, ревно два года назад. Если за эти два года взбагатився 20, 30 и больше квартир, або даже одну элитную, чей клиент, криминальное проведение, открывайте и передавайте в суд. Но и то, что говорят сейчас с оптимизмом про Европейский Союз, не говорят сейчас парламент про другую ответственность. Может быть створен антикоррупционный суд в Украине. Куда передавать подобные дела, то есть про наивысшую коррупцию, для переследования? В отдельный антикоррупционный суд. Вот его и нужно створить. Ну, будем эти результаты ждать. Пока, по итогам этой нашей дискуссии, хочется сказать, что за что мы боролись, в общем-то, всем понятно. Но, судя по всему, как боролись, на то и напоролись. Это была программа «Черное зеркало». Спасибо, что были с нами. До встречи ровно через неделю.